Но главный вопрос. Кто все-таки является конечным получателем данных средств? Физически. Так вот, отвечу. Конечным получателем первой части пропавших денег являются люди, стоящие за компаниями, получившими невозвратные кредиты в период господина Гачкевича. И повторюсь, часть документов, подтверждающие данный факт, мы передали в следственные органы. Примерно вот такая была схема выдачи кредитов, которая осуществлялась тогда. Это было в период 2008-2012 года. Схема была следующая. БМ выдавал кредит экономическому агенту. Экономический агент перечислял это под, ну, скажем так, далеко не прозрачный контракт в офшорные зоны на счета компаний. Дальше деньги растворялись. Общая сумма в тот момент ущерба банка составлена 375 миллионов долларов. По поводу 250 миллионов долларов, как указано в явке. Я немножко объясню тоже этот момент. БМ выдавал кредиты на молдавские компании. Молдавские компании перечисляли их в офшоры. Дальше офшоры перечисляли их на офшоры, аффилированные господину Филату. Дальше эти деньги попадали частично на молдавские компании, такие как Аравиты и другие аффилированные компании господину Филату. А часть были переданы наличными. Повторюсь, что все документы, подтверждающие мои слова, были переданы следствию. Продолжение следует...